Здравствуйте, Льва Рафаиловна, меня зовут Александр Таан. А меня Мария. Это моя дочка Марияна. И, конечно же, нам очень интересно услышать Вашу уникальную, потрясающую судьбу. Расскажите о своем детстве, как все начиналось и потом, насколько болезненно все преломлялось, наверное, с детства до юности. Я родилась в Ленинграде в 1937 году. На Тровяной улице это Октябрьский район. И сейчас есть эта улица. Моя мама и отец не были женаты, потому что когда они познакомились, родители и отца, потому что мама только, а отец Удрей не были против. Но очень молодой любви никуда не пойдешь. И после Птага, ну, познакомились, родилась я. И снимали квартиру в Северске, под Ленинградом, Северская, такая знаменитая местность. Там много писателей и поэтов жили. И там снимала моя мама с отцом квартиру, чтобы жить. И вот в 1940 году, в декабре, приехала за мной моя бабушка Марыля, которая жила в Белоруссии, чтобы забрать меня, а потом летом приехала бы за мной мама. Ну, не случилось это, и началась война. Мама приехать не смогла. Мы два года, как я сейчас понимаю. Конечно, в те времена, когда мне было три с половиной года, я не могла знать ни даты, ничего. Это сейчас с высоты роста. Я помню себя, как там я жила и гуляла, но очень мало. Моя бабушка Марыля умерла. Вот я приехала к ней, значит, в 1940 году. Начался в 1941, а она умерла в 1942 году. Мне было пять лет уже. Я помню, как её хоронили, как она просила, чтобы я к ней подошла, а я что-то не подходила. Она для ребёнка, конечно. Да, она Ривку позовите, Ривку позовите. А я спряталась за дверь. Похоронили её зимой, ей было 40 лет. Господи Боже мой. Вот. Я осталась с бабушкиной сестрой, двоюродная бабушка. Их было пять сестёр. Вот. Она Марыля. Михалина, вот это осталось ещё. Мальвина была. О них я вообще ничего не знаю. Они пропали в войну. Всё. Вот. А Казимира жила в Ленинграде. Вот Казимире-то тоже к моей двоюродной бабушке. К своей тёте приехала моя мама и встретила свою любовь. И всё. И всё. Любила она до конца дней своих. С Рафаила. И я осталась с Михалиной. Два года была оккупация. Во время этой оккупации у Михалины было хозяйство. Я помню, были коровы, да. Белая корова с чёрными ушами. Её с ней... Представить. ...чёрноушка. И я помню. А потом... Не помню, чтобы делали какие-то огороды, там сажали чего-то. Всё исчезло. Исчезло хозяйство. Исчезли, видимо, оккупированы немцами. И всё. Я не по кино, а сама знаю, что заходили немцы. И говорили, мамка, курка, яйка, давай. Всё. Забирали, Мариша, всё, отбирали. Да, всё. В общем, всё исчезло, всё пропало. Начался и тоже голод. И Михалина, вот бабушка, с кем я осталась, она меня хвалила, что я никогда бы этого есть не просила. Она варила суп такой, там три крупинки. Да, ну супа... Такая стойкая девочка, не просила Маришка ни разу. Да, да. А ничего, вот как сейчас. Дети-то я не видела, не играла, ничем. Она мне, Михалина, делала куколки, конечно, из тряпочки сделает, там ниточками перевяжет. И так. У Михалины был муж и двое детей. Она... Муж был, пошёл в партизаны, там немцы же были, а мальчишки и подростки были. Один подорвался на мине, а второго убили, полицаи, потому что, ну, мальчишки, где-то он пошёл, куда нельзя ходить, он пошёл. Да, да, он очень в этом плане. И остались кто? Михалина и я. Я помнила, что у меня маму зовут Зося, всегда. А её, Михалина, я стала называть мамой. А, ну да, потому что это всё осталось. И вот, когда в деревне в этой ничего не стало, её подожгли, мы её побежали в лес. А помню ещё с Михалиной чего-то там в огороде закапывали, какие-то ложки, какие-то вилки. Припрятывали. Вот там что-то всё, а в лесу, где-то в какой-то ямке я так поднималась. И там заёмка, ой, нет ли немца, нет ли немца. Маришка, как раз хотела спросить. Я была в таком возрасте. Семь лет, да? Да, да, пять было. Маришка, что ты хотела спросить? Расскажи про фашистов. Про фашистов. А когда видели, Мариша, спрашивали, неужели на самом деле вот детям удивительно, когда вот видели таких. Раньше же с документами никуда не ездили. У меня в документах-то свидетельство о рождении. Это я, Лива Рафаиловна. Когда это было смертью. Да, вот моё свидетельство о рождении. А меня стали называть Ритой. И вот хотите счастья, несчастья, они не зарегистрировались. Я осталась на маминой, это польская фамилия. И я не стала Порман. А если бы я была Порман, Лива, у меня было. Конечно. Там в деревне тоже никто не знал, кто мой отец. Так же выдавали, передавали, чтобы выслужиться. Людмила, кто-то как раз рассказывал, что многих вот так вот забрали. И тогда очень надо было в этом плане прятаться и обманывать. Тогда такое время было. Ну и это то, что я и толком, и я не знала, как зовут, в три с половиной года, как зовут моего отца. Мама его звала Фолия, Фолька. А для меня редко видела ничего. И когда уже я была в детском доме, я уже была большая, мне уже было девять лет, меня стали спрашивать. Надо отчество. Как? А как? Как твоего отца звали? А как? Я не знаю. Ну, у меня, ой, дурочка с перевулочкой, большущая такая девочка, не знает, как звали отца. Как оберегали, конечно. Да. А потом говорит, ну так не знаете отца, хоть вспомните, какие были мужчины около вас. Господи, какие были мужчины-мужчины. Я тоже не видела, кроме братьев, то есть сыновей Михалины, которых убили. И одного звали Константин. И я сказала, что вот мужчины были Константином. И что вы думаете, в детский дом меня определили. Каспирович Эита Константиновна. Вот здесь у меня документы эти есть. Конечно, если бы меня искала мама, она бы, может, никогда бы меня не нашла с такими данными. Да, настолько всё изменилось. Всё. Ну, вот в 43-м году нас всех выловили из этого леса. Господи. Отправили в Минск. В Минск там ещё со всех деревень властей собирали людей и сажали вагоны. Ребята, Ивановна, скажите немножко, как это произошло? Потому что это настолько страшно, представить именно вылови. Вы, то есть, большей частью, иногда были всё-таки там. Где? Из леса были, да? Да, да, да. Собрали всех. Ну, мы же, я же была с Михалиной. Я всё-таки не одна была. Да, да, да. И вот с Михалиной нас погрузили в эти вагоны. Там жуткое количество людей было. Я не помню, чтобы мы там сидели, стояли. И как там спали, как там ели, я не помню. Ели, наверное, и не спали. Да, да, да. Ну, некоторые не выдерживали это, я помню. Какие-то были остановки, открывались эти вагоны, задвижки, и выходили, ну, зелёные вот такие остановки для каких-то вещей, да. И выносили, накидывали это, я помню. Вот мне был уже шестой год, это, сорок третий год. И вот мы прибыли в Освенцин, и там сразу сказали, значит, вы сейчас пойдёте в баню, в душ мыться, пожалуйста, все сдать кольца, браслеты, всё на стол положить, и, не дай бог, что-то везде проверяли. Во рту, у женщин везде. Боже мой. Да, чтобы кто-то это колечко, ну, всё, всё, и мыться, нас. И крики, шумы, и я помню, под душу, холодной водой, все кричат, что случилось, что такое. И что-то там, пол какой-то нет, кто-то вдруг вбегает, кричит, что не то. Но оказалось, что перепутали вагоны. Я была в вагоне из Белоруссии, а рядом был вагон с евреями. И их должны были в камеру вагон. Мне опять, просто, дай бог, как действительно отбело что-то. Да, да, вот и всё. И тогда, значит, раз это перепутали, стали нам накалывать номера. фрау в этих пилоточках чёрных, тут серебряная какая-то. Да, вот, накалывать, вот так вот держали руку. И авторучки ещё старинные, я так ещё и застала у нас первые ручки, были набирать с резиновыми, ну, как эту, клизму набирают, так ручки. И они нам, вот, в 43-м году, в декабре, у меня там есть справка, когда накалывали, вот столько раз они кололи, сколько здесь точечек. Козверги, господи, господи. Да, естественно, тут всё в крови было. И уж потом мне Михалин сказал, я, конечно, сознание потеряла. Всё. А мальчик один, ему сделали так, он стёр, и его там переколотили, и снова ему всё равно накололи. А потом вот эти номера, взрослые ходили на работу, а мы на плацу стояли, и вот так с номерами нам дали одежду сарафан и курточка полосатые. Наверное, было, конечно, очень холодно, да, и ужасно. Да, да, но Польша, Польша, там не было таких морозов, как у нас, я не помню. И я помню, что мы в Жиже стояли в этой. Я как раз в декабре 43-го, я там была целый год, и сентября, хотя бы и декабрь 44-го, и в 45-м, 25-го января, только освободили. Риба Павловна, расскажите, что там заставляли делать, вообще как запомнились такие ужасы, были в концлагере, те самые ужасные моменты. Вот, мы всех на плацу проверяли. Люди, некоторые пытались убежать. Пока их не находили там с собаками, нас всех держали. Фашисты уничтожили. Некоторые не выдерживали и бросались на проволоку. Проволока была под электричеством и погибали. Специально бросались на проволоку. У кого нервы не выдержали. Естественно, я никаких подвигов не совершала от страха. Всё, я говорю, что кроме того, что не поднимать голову без конца и края. А, то есть нельзя было даже... Да, да, головы, да, да, вот так, только вот так. Какие действия. И я, живя в бараке, я никогда тоже головы не поднимала. Бараки были двухъярусные. Что с собой привезли, какие там тряпочки, только на них вот и спали. Ночью было, наверное, очень холодно, конечно, потому что, да, всё-таки хоть и больше, но ночью везде прохладные. Ну, это не так холодно, как вот у нас здесь, в России. Что заставляли делать, какие работы? Нас ничего не заставляли делать, ничего. Вот мы часами стояли утром на плацу, на проверке этой, вечером, когда с работы приходили взрослые. Потом еда какая-то, пока привезут, пока раздадут. Всё, ну, я помню, что по списку детей выкликали, а я запомнила этот список. И меня ставили на табуретку, чтобы я прочла. И мне дали кусочек сахара. А вот, как я. Да, фрау развлекались. Что же? Девочка. Читает. По списку, там, ну, может, ошибалась где-то. Вот там была. Потрясло, что там была малюсенькая из нашей деревни. Девочка, она грудная была, ей на ножки выкололи. И она не выдержала, она умерла. И так мы плакали всем бараком. Маришка, что ты хотела спросить, да, насчет... Вот у нас с дедушкой тоже воевали. Два погибло, а вот один Георгий, он победил всех фашистов. А, Маришка, просто хотела сказать, да, поэтому, Мариш, очень интересно. Да, потому и я здесь, потому что помог и твой дедушка. Нас освободили. Приближали все солдаты, вовшую победу. Перед тем, как освободить, исчезли. А, нас отделили от взрослых, собрали детей отдельно. Отдельно. В отдельном бараке мы жили отдельно. Я тоже не знаю, чего мы там, ничего толком не делали, но я знаю, что доставали ниточки. Мы, девочки, были постарше, связывали эти ниточки и находили какие-то прутики и вязать. Я научилась вот эти петелечки делать. Это уникальное. Да, я даже дочь чувствую, тоже научила вязать. Она увлекалась, потому что бросили вязать на своем мужу. Что вы чувствовали там, дорогая Рафаэлла? Какие вот мысли, потому что в душе человек может не сдаваться? То есть, или все-таки не верилось, что будет что-то делать? Нет, ничего не чувствовала. Уже и чувство страха притупляется. Дисциплина там была необыкновенная. Целый барак был для туалета. Да, все. Но если, не дай бог, у кого-то что-то там случалось, то этого уже человека никто никогда не видел. Вот, Мариша, интересно про эти страшные фашисты. Расскажите, может быть, самое страшное, что связано с теми надзирателями, что было? Ну, вот такие вот... Ну, вот я вот и рассказала, что и собаки загрызали, кто пытался бегать, а люди не выдерживали и бросались, и все. Избивали там. Избивали, да, да. Лай стоял необыкновенный. И вдруг вот открыли же музей военно-морском. Медицинском. Да, да. И меня пригласили, и я слышала лая собак. Мне ничего не сказали. Я говорю, что эти собаки лают-то, как я собак не очень люблю, конечно. До сих пор, наверное. И вот и меня вот этот лай просто поверг в те годы. Ну вот нас отделили от взрослых. Что было с Михалиной, я, конечно, не знала. Да, мы были отдельно. Нас учили стихотворения даже Гёте. Вот она на балму, вот она на балму. Это было... Это было... Это было... Это было... Это было... Для чего нас вот сделали набира? Что с нами хотели сделать потом? Не уничтожили? Потому что мы не оказались евреями, если бы оказалось. Расскажите немножко вот, да, вот про эту тему. Вы, наверное, видели там евреев, он сразу... Я около, мимо барака проезжает машина. Вот машины эти 45-го года, и как-то такие смешные для нас. Сейчас трех тонн. И в кузове стоят люди. И женщины со мной, кто постарше, говорят, вон, евреев везут сжигать. И я говорю, ой, евреев повезли сжигать. Действительно, как повезло, что... Да, да, да. Что у меня сменили имя. Они регистрировались имя мне. Стали меня называть ритой. Вообще, это страшно, конечно, такой холокост. Это тема ненависти, как один раз может... И говорят, что не было холокоста. Вот я, пусть меня режут на куски. Я ничего не придумала, мне никто ничего не говорил. Я сама это слышала. Это ужасно. Мне уже было 6 лет. Владельцев, более того, в Беларуси, ты была на интернет-конференции. Да, да. Это рассказывала тебе мама. С маленьким ребенком на руках. И в сарае один там. Один старик просто выбежал уже. Как-то пытался выбраться и спасти. Обратно запихивали. Просто, ну, не стали стадисты. Да, да. И единственное, да, кто спаслась. Там не только евреев, а у всех. Они живут. А евреев особенно. Вот же. А как потом произошло освобождение? Потому что это тоже удивительно. Мы были в этой отдельно только дети. Что-то кормили нас, учили. И вдруг все исчезли взрослые. Мы одни. Мне уже. Вот это да. Да. Мне уже 7 лет. 7 лет. Да, да. Мы одни. Выходим на улицу. Тишина. Концлагеря. Да. Никого нигде нет. Странно. Да, да, да. Мы заходим. Это уже ближе. Там концлагеря. А мы поближе к деревне или что-то по дороге идем. Заходим даже в керосиновую лавку. Пахнет керосином. Ну, ничем поживиться мы не можем. С керосиновой лавку. Да. И идем просто. И идем. Все. И... По деревне рядом. Да, да, да. Потом. И нас, значит, вот встретили военные. Взяли и, значит, освободили в январе. Вот январь, февраль, март. И только 20 апреля я приехала из... Вот под Краковом это. А как относились вообще местные? Вот когда не увидели, что... А их никого вообще нет. Потому что наступил уже маршал. Кто-кто, понял, кто-то освободил. Все такое, да. Шоколад в гостили там. Мы ничего не ели толком. Наверное, я думаю, такое ощущение недоверия даже, к этому исправлению, да? Просто удивительно. А что, кто опять? Там стали говорить, что вас хотели отравить, да не успели, убежали, что вы-то никому не нужны эти дети. Ну вот нас где-то вот держали 3 месяца, пока уже обратно ехала я в Киев. Детский дом определили. 13-й детский дом он назывался специальный. И мы уже ехали в санитарном вагоне. 13-й детский дом. У меня автобус 13-й был до моего дома. Вот надо же, не просто так. Я много раз убеждалась. А нумерология все-таки... У меня номер качается на 13-й, а у Михалины 14-й документ есть. Давайте-ка я сниму сейчас то, что я вижу у вас на самом деле. Я просто крупным планом сейчас сниму. Я наезжаю сейчас. Спасибо большое за прекрасный рассказ, дорогая Ирина Рафаэловна. Это просто уникально. Я сейчас запишу, сейчас ты график. Ага, вижу, вижу, да-да-да-да, вижу. Все, я заснял. Те данные. Это настолько интересно. Маришечка, да, расскажи Маришу. Тоже. Очень интересно. Потому что мы смотрели с Маришей Собибор, и, в общем, ребенок хотел узнать этот список. И я, вот, Маришечке, покажу это. Вы можете показать крупным планом, это все видно. Потому что камера там очень высокого качества, только вы прямо держите перед собой, да? Нет, Мареночке покажу. Я вот рассказывала про себя, как нас в вагоне везли. И говорю, ребята, а что вам запомнилось? Они были постарше тебя. И вот мальчик один нарисовал. Их, конечно, удивило, что Рита и Рива. А они все стали писать Рива. Какой молодец. Так нарисовал. Красиво и очень точно. Везде, Маришечка, многие не выдерживали даже самой поездки. Вот такой вагон. Вот потому что вагонов было очень много. Это страшно. Да, все больно, что пока ехали. Поезда смерти, я бы назвала. Да, да. Просто не представлю, сколько людей уничтожили. Для перевозки скота, это да. Да, кошмар не антисанитарных и так далее условий. Даже просто выжить. Да, да. Я помню... Где у тебя ушки-то? Даже народу столько, что... Да, да, да. Где-нибудь, где-нибудь. Я помню, чтобы мы ели что-то. И не разрешали, я говорю, поднимать глаза, что когда я приехала в 2005 году в Освенцим, пригласили нас, когда еще было с Польшей-то ничего. Я подняла глаз... И меня спрашивают, какой был барак. Я сказала, в этом бараке не было окон. А тут я подняла глаза, а наверху окна были. Я этого не видела за год. Боже мой, не видели, даже просто какого-то краюшка неба всего лишь. Мы выходили на улицу, стояли мы на перекличке. Ну да, это буквально какие-то минуты, и то с таким отношением и ощущением. Человек действительно как скот, да, правильно Александр сказала. Да, да, как скот. И очень непросто было вообще выжить в таких условиях, надо быть душе очень все равно стойким. Вот организм, значит... Как-то приспосабливаться, да? И я, стоя в жиже по прости ребенка, в жиже, снежной, снежной, снег растаявший, снег и настоянный. А у нас сабо на деревянной подошве с тряпочной перекладинкой, такой же крепкий материал. Я наржусь, так вот восхищаюсь вами. Да, что я? Это не от меня зависит. Что вы ребенок выдержал, потому что не все это. Это дал... Я же ни разу не заболела. Никогда не кашляла, ничего. Я начала болеть, только вот когда меня мама нашла с 11 лет. Я же беспрерывно. Уже потом можно было позволить себе расслабиться. Да, да, так. Ни поноса, ни насморка, ничего. Так, гигиена такая. Я говорю, если кто-то у кого-то случилось, его уже на следующий день никто не видел. Вот, трошка боец. Вот, знаете, мне это очень близко. Да, у нас деды такие болели, я сужусь, ребенок, который прошел это, и как бы там не было, да, организм окреп, внимательно наблюдательность, все это позволило, и стойкость действительно достигнулась, победа, выжить. То есть это детский организм, видимо, какие-то силы, чтобы он выжил. Как бы сейчас написали, девочку под Смоленском, два с половиной года, двое суток было в лесу и выжило прекрасно. Да, да, да. Но не все так могут. Нет, Рафаина, спасибо вам огромное, спасибо вам. Мы вас очень полюбили с Маришечкой. Спасибо. Маришечка. Так вот. Да, да, да. Ну и каждая там... Все видно, это читаем, все читаем, да. Немножко сказать просто. Я даже вижу, с места рождения вижу. Вот, я читаю, я при вас читаю. Да, да, Каспирович Рива Рафаиловна, 1937 года рождения, да. Я вижу там. И Юня, все видно, это надо потом просто внимательно потом посмотреть. Я прочитал только, чтобы вы поняли, что все видно, да. Великолепно видно. И также все документы, какие вы хотите показать, пожалуйста. Да, да, да. Я абсолютно не знаю, что мне нечего хотите говорить им. Хорошо, хорошо. Конечно же рисунок детский, вот в обучке. Я уже снял его, да. Фотографии семейные, потому что они уникальны, каждая. Я потом выберу самые интересные. Сейчас. Моя мама очень красивая была. Польская. Так, а где еще мама? Ой. У меня так организм застопорился, что у меня в 11 лет были молочные зубы. В 11 лет? Да, вот я на фотографии, мне в 11 лет маме фотографии, то послали, чтобы... Мама, это просто сказка. Рива Рафаиловна, покажите, пожалуйста, это вот вы, да? Это я? Мне 11 лет... И на Сашуль, маме моей... И меня подстрелили, вот. Да. Ну, такая позитивная, все равно... И тогда пером писали, да? Нет, нет, тогда не писали, это раньше было. Можешь это... Можешь это... Ситуироваться, да. Да, с Богом. Я вам говорю, что у меня дети, вы ему рассказывали, они не могут сопоставить отлично. Но... А вы что преподавали, какой в школе-то? И я учитель начальной классы. То есть там все преподавала, и музыку тоже, и пение тоже, и дискультуру. У меня бабушка тоже, 99-го года рождения. Мари, что смотри, какая вот была Рима Рафаиловна, вот такая вот... Это 11 лет я была. На память вам от меня. Это родителям. Три слова, живите, работайте и будьте здоровы. Маме и папе, от дочки. Риты. Рита, это воспитательница пишет уже. Вот детский дом. Детский дом номер 13. Курат Киев. И сейчас так. А мама в Польше, получается? Нет, она здесь жила. Она родилась в Москве. А, родилась в Москве. Там служил отец и бабушка была. Ну, польские... А, и поляки, да. А, и поляки. Очень прекрасная. Это вот... Это она. Рима Рита, 11 лет. Да. Это 1941 год. Это мама моя. Мамочка. Саша. Да-да-да, я снимаю. Сейчас-сейчас-сейчас. Саша, сейчас наезжай. Саша, да. Да, вижу, да. О, вижу, да. Понятно, да. Наехал, да. Все, хорошо. Да, подождите, да. А где же еще у меня? Мамочка-то. Да, все-все, где? Ага. Очень красивое, уверенное, такое задорное лицо. Да. А где же еще у меня? И вы этим похожи, кстати говоря. Да, вот таким оптимизмом. Потому что позитив в человеке всегда, когда он светлый, позволяет пройти любые испытания. Да, да. Совершенно верно. Правильно. Даже вот исходя из истории нашей семьи, тоже... А вот и Казимия с одной бабушкой. Такая прекрасная мамочка. А вот мы, а мне 13 лет. На памяти дорогой бабушки. Это вот я Казимиря, который... А здесь вот Кази. Кази, Кази. 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 Кази, кодят внучке. Здесь мне 13 лет. 1950-й год. Рита. Вот эта Казимира, с которой я фотографировалась, забыла. Маленькая Казимира в Ленинграде. А, вот. Да, вот. Как красивая вообще фотография. Прям раритетная, правильно. У ребенка ассоциируется уже действительно с такими старыми, забытыми временами. Привет из Ленинграда. Ривочке было 2 годика, 4 месяца. То есть, меня звали Рива. Рива. А так, да. Одна звали Ритой, чтобы скрыть. Конечно, тогда это скрывалось. И только это позволяло выжить. Не всегда удавалось скрыть. Потому что обо мне мало знали. Хорошо, что удалось скрыть вообще. Потому что это же тоже надо было как-то договориться с кем-то. Как это происходило вообще? Как вообще это скрывать? То есть, надо было же... А документов-то не было. Отправили меня в деревню Куняхова под Витебском. А вот как, кстати, говорил Людмила Федоровна, у них просто не сожгли документы. Единственное, вот это из вас. А у меня у мамы. Вот он здесь же остался. А новые без вопросов сделали или проверяли? Нет, этот документ был в Ленинграде у мамы. Мама в блокаду с отцом здесь были. И я приехала. На основе этого документа дали мне паспорт. Господи, как хорошо. Она меня нашла. Я же потерялась с этой. Это отец мой. Вот это я. Это выпускница. Какие красивые фотографии. Это педучилище. Вот я. Смотри, Маришечка, как красиво. Вот я такая была. Мариш, смотри. Это вот папа. Там папа мой. Вот это мой? Да, да, да. Сейчас давай мы наедем. Справа, да? Да, да. Справа. А вот папа? А это моя бабушка Марелия. А это я. А, бабушка Марелия, очень красивое имя. Ну, а есть Казимира, Стефания, Марелия. Справа Марелия. Михалина. А это Казимира бабушка. А вот это вот папа справа. А вот это Казимира бабушка. Бабушка говорит, да, у меня пять двоюродных бабушек. Это такое счастье, когда столько... У нас одна была, но мы просто... Они все исчезли в войну. Ну вот, да, жалко, что тогда... Я бабушки вообще не видел, и дедушки не видел. Я всем это рассказываю, чтобы это поняли. Они многие не понимают этого. Не видел вообще никогда. Они умерли еще до моего рождения. Саша, расскажи про священников, про своих вот... Ну, да, я думаю, это же не мне посвящено. Это не мне посвящено. Так, ну, время страшно. Мы после этого поедем. Вы, наверное, знаете, коли вы преподавали, знаете, что сегодня столетие со дня расстрела Николая Гумилева. Да. Мы сейчас туда прямо поедем, да. Прямо туда поедем, там... У меня... Да, мы дам. Потому что... Нет, 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 время есть. Не страшно. Ничего. Мы же, знаешь, в четыре часа там будет. Это да. В четыре часа. Я просто к чему это говорю? Я говорю, к тому, что люди в страхе жили у нас. В страхе. Сами люди жили в страхе. Да, конечно, такие репрессии. И у меня все родственники... Вот у меня тетя недавно умерла, ей больше ста лет. Потрясающе. Мой дед, мой дед, у меня все... И я вообще из рода Рюриковича. Рюриковича два миллиона человек. Это ни о чем не говорит. Два миллиона человек во всем мире. Как Иванович. Это да, это много, да, много. Нет, нет, это Рюрикович, это три мировые... Нет, я говорю про много. А, много. Ну, Ивановых еще... Нет, Иванова это деревенская фамилия. Это немножко разные вещи. Это называется деревенской фамилией. Их еще больше, да, Иванович. Петровых, Владимиров. Это я понимаю. И вот... А священки? Священки, да, священки. Вот мой дед врачом был. И ему повезло, что он был врачом. А двоих братьев расстреляли. Они священнослужители. Они расстреляны. Никогда мои все русские дед не рассказывали. Он десять лет провел... Десять лет дед был... Кто-то, кто-то, я. Кто они? Рафаиловна, да, еще вот у нас последний вопрос. На завершение вот с Маришечкой. Что вы вообще вот думаете про Холокост? Там же через вас тоже прошло. Это ужасное отношение к евреям. Да, да. Просто уничтожение, истребление. Что вот вам бы хотелось сказать всем будущим поколениям, нашим дорогим деткам, нашим дорогим внукам? Когда ходила к детям в школу и с ними беседовала, я говорила им всегда, вот вы вырастите, мальчики, вы будете чиновниками, вы будете руководителями, вы будете... Сделайте так, чтобы не было ненависти, чтобы люди хорошо относились. Все в ваших руках. Вы ведь все слышали. Да. Какой ужасный Холокост вообще, истребление... Вот, пожалуйста, сделайте людей. Люди мира, будьте заживайте втрое, берегите мир. Ну, чтобы не было войны, чтобы не было ненависти этой. Ведь жизнь самая важная. Ни балансы, ни ресурсы, ничего. А что мы видим? А мы видим, что тоже повторяется. История учит тому, что она ничему не учит. Да. И это ужасно, особенно в плане сегодняшнего технического прогресса. А потому что, правильно мне говорилось, что человеческую сущность не победить. Жадность, зависть, ненависть. Как были, так и остаются. Вот они порождают это все. И это ужасно. Маришечка, как ты думаешь, просим у ребенка, как ты думаешь, все-таки что победит? Зло или добро, Маришка? Да, скажи, добро победит. Победит добро. Спасибо, дорогой. Продолжение следует...